Проблемы совместительства имеют несколько аспектов. Первый – это совмещение глав врачами и их подчинёнными нескольких должностей в рамках одного учреждения здравоохранения. В настоящее время практически все руководители муниципальных учреждений совмещают свои должности со специальностями различного медицинского уровня. В связи с большой загруженностью административного персонала сегодня невозможно качественно организовать работу своих подчинённых. Доходит до того, что некоторые врачи работают без перерыва по 32 часа. Во всяком случае, так следует из документов. Эффективность такой работы на износ под большим сомнением. По результатам проведённого анализа, графика работы главных врачей и их заместителей, появляется ряд вопросов о качественном исполнении должностных обязанностей и целесообразности совмещения должностей. Причём некоторые врачи умудряются не только совмещать должности по основному месту работы в государственном учреждении, но при этом ещё и подрабатывать в частной клинике. Также одним из негативных факторов, который может влиять на оценку уровня здравоохранения в нашем городе, является работа специалистов в муниципальных учреждениях, в частных клиниках и медицинских центрах. По результатам проведённого анализа, в настоящее время в своей деятельности в данных учреждениях осуществляется порядка 41,2% работников, которые являются основными работниками муниципальных больниц и поликлиник. За совмещение получают и потом после работы ещё бегут в частные клиники получают. В администрации города сомневаются, что при такой нечеловеческой нагрузке можно добросовестно выполнять свои обязанности и внимательно относиться к пациентам. Это предположение полностью подтверждают многочисленные жалобы жителей на низкое качество медицинских услуг в Армавире. Это вопросы оказания медицинской помощи, долгое ожидание в очереди на приём к врачу, грубое отношение со стороны медицинского персонала, нет возможности попасть на приём к врачу узкому специалисту, предоставление льготных лекарственных препаратов. Народ довели, уже они скоро будут с костылями встречать, на входе и на выходе. В чём проблема, объясните. А проблема, как оказалось, в отсутствии должного контроля главных врачей за своими подчинёнными. Отсутствует расписание работы врачей и узких специалистов. Если оно есть, то либо не соответствует действительности, либо постоянно меняется. Отсутствует контроль со стороны администрации учреждения за отработкой рабочего времени вышеуказанных работников. Нет единого подхода в оценке качества выполняемых услуг всех специалистов. То есть зарплату и премии медицинские работники получают исправно. А вот за что именно, никто сказать внятно не может. Потому что никто не учитывает, сколько отработал специалист, есть ли нарекания на его работу и не подрабатывал ли он на стороне в своё рабочее время. Поэтому глава города Андрей Харченко поставил перед главными врачами и управлением здравоохранения чёткую задачу. Проверить вопросы, связанные с отработкой рабочего времени в рамках тех данных, которые вы изучили. Соответственно, если рабочее время было не отработано, рекомендовать сделать корректировку по оплате труда. Каждый заместитель вместе с руководителем учреждения должен находиться в основные часы, когда идут пациенты. Они должны находиться там, внутри, с пациентами, спрашивать, задавать вопросы. Если есть какие-то моменты, там же на месте эти жалобы закрывают. Контролируйте своих подчиненных, проверяйте их и жалоб тебе будет. А жителям Армавира рекомендуется сообщать о проблемах с медицинским обслуживанием в приёмную главы города по телефону 27470. Марина Белова, Евгений Халманских, Служба информации канала РЕН-ТВ Армавир.